Режиссер «Профессия сложившегося человека» Кирилл Плетнев об актерских хитростях и залоге счастливых отношений. 14 февраля 2019 года, 20.49. Лилия Зарипова. 14 февраля в российский прокат выходит романтическая комедия о семье ужинов с Полиной Максимовой в главной роли. В качестве режиссера выступил Кирилл Плетнев, успешный актер и постановщик нескольких картин, в том числе полнометражных лент «Жги». И без меня. В интервью RT Плетнев рассказал о плюсах опыта работы по обе стороны камеры, актерских хитростях и собственных амбициях, а также поделился рецептом счастья и залогом успешной семейной жизни. Семь ужинов, ваша первая комедия. Прежде вы снимали драму, мелодраму. Почему теперь взялись за этот жанр? Это не чисто воды комедия, а все-таки ромком. Есть лирическая комедия, есть эксцентричная комедия, есть романтическая комедия. Всем известны такие фильмы, как «Реальная любовь», «Отпуск по обмену», «Четыре свадьбы» и «Одни похороны», «Ноттинг-Хилл». Нас этот жанр как-то обошел стороной. У нас, по-моему, в этом жанре была только любовь в большом городе. Поэтому когда мне попался сценарий, мне показалось это интересным. Зрителя гораздо сложнее заставить засмеяться, чем заплакать, как выясняется. Для меня это такой вызов был, челлендж определенный. Вам как актеру сложнее заплакать или засмеяться в кадре? Существуют разные техники, благодаря которым ты можешь заплакать, даже когда у тебя нет слез, или засмеяться, когда тебе не смешно, просто потому, что это надо. Смеются на выдохе, нагласные разные. Был такой случай, я работал в театре у Джигарханина, играл Фигаро в спектакле «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Там есть знаменитый монолог, который произносил Андрей Миронов, «Женщина, женщина, женщина». Создание слабое и коварное. Я не понимал, почему на этом монологе все зрители смеются. Было очень обидно, мне казалось, что это глубоко драматический монолог. Я помню, Джигарханян мне сказал, сына, это очень хорошо, что они смеются. Ты попадаешь в них. Очень часто у людей, когда говорят о них правду со сцены или с экрана, возникает защитная реакция, и она выражается в смехе. Как бы это немножечко не про меня. Хотя на самом деле это про них. За какой жанр вы бы никогда не взялись? Хороший вопрос. Вы знаете, не могу сказать, за какой бы жанр я ни взялся. Мне, наверное, все жанры интересны. То есть вот такого нет. Зависит это от? Материала. Исключительно от материала. Когда вы поступали в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства на режиссерский факультет, вас не взяли, сославшись на юный возраст, 16 лет, и отсутствие жизненного опыта. Да. Как вы сейчас оцениваете то решение приемной комиссии? Они были правы или зря отсрочили вашу режиссерскую карьеру? Абсолютно правы. Я им очень благодарен. Потому что все-таки, на мой взгляд, режиссер – профессия сложившегося человека. Или складывающегося человека. Я не могу себя назвать сложившимся, потому что постоянно чему-то учусь, меняюсь. Но, безусловно, должна существовать какая-то внутренняя база твоего собственного взгляда на мир. И как нас учили во ВГИКе, когда я уже получал второе образование, отправной точкой при написании сценария должна быть тема. Не ситуация, не драматургический анекдот, не артист, которого ты хочешь снять, а тема. Вот если есть тема, есть ядро, дальше уже все начинает вырастать. А тема, естественно, должна быть созвучной с тобой. Семь ужинов, если не ошибаюсь, второй фильм, который вы снимаете не по своему сценарию. Что вам приятнее, визуализировать свои мысли или чужие, которые прошли через вас? Скажу так, конечно, мне очень приятно, когда возникают ситуации, как с фильмом «Жги», когда от задумки, которая у меня возникла, и до афиши в кинотеатре «Октябрь» был проделан определенный путь, и я понимаю, что это появилось из ниоткуда, и вот оно есть. Это, конечно, очень круто. Такой стопроцентный процесс творчества. Когда ты снимаешь не по своему сценарию, есть другая свобода, ты более вольно обращаешься с материалом. Когда снимаешь по своему сценарию, тебе сложно выкинуть строчку, поменять слово, реплику и так далее. Ты очень щепетилен. В этой же ситуации ты понимаешь, что сценарий – некий документ для создания фильма. В принципе, также надо относиться к своему сценарию. Вы говорили, что «Жги» – это фильм о том, что мы запрещаем себе быть счастливыми, знаем, чего хотим, но не делаем этого. Это личное высказывание. Много ли в ваших фильмах вас самого? Меня очень много в моих фильмах. Я стараюсь как-то. То есть я даже не стараюсь. Так получается. Когда мы, например, снимали фильм без меня, несчастная Полина Максимова очень долгое время говорила, что я не даю ей никакой творческой свободы, выстраиваю ей все. И я в какой-то момент ей сказал, «Полина, ну тебе не повезло, ты мое альтер-эго в этом фильме. Как бы ты, это я, просто в юбке». То есть так или иначе у меня все равно есть некий актер, который является моим проводником, который в данной истории, я, «Я до сих пор уверен, что мы сами себе запрещаем быть счастливыми». Сто процентов. Каждый человек знает, чего он хочет на самом деле. Если он признается. Просто существует огромное количество шор в виде сил и законов, каких-то навязанных с детства стереотипов «Ты не должен, ты не можешь». И так далее и тому подобное. А как это преодолевать? Как все-таки становиться счастливым? Делать то, что тебе нравится. Делать то, что ты хочешь, несмотря ни на что. Не бояться потерять при этом людей, которые рядом с тобой. Не бояться менять. Мы же очень боимся менять. Мы очень боимся все выйти из зоны комфорта. Даже если это зона комфорта, которая вам уже давным-давно обрыдла. И в принципе, вы уже этого хотите. Но она привычная, знакомая. А что там ждет? Никто же не знает, что там ждет. И не бояться. Не бояться ничего. Полину Максимову вы сняли в двух из трех своих полнометражных фильмов. Можно ли сказать, что вы нашли своего актера? Как Вуди Аллен, например, нашел Скорлетт Е. Хансон или Тим Бертон, Джонни Деппа. Полина безумно интересная. Она потрясающий материал, пластилин, с которым я хочу работать и дальше. Это желание во мне есть. У нее, по-моему, тоже есть ответное желание работать со мной как с режиссером. Пока мы друг другу интересны. И я думаю, мы будем использовать друг друга. Сколько это продлится, я не знаю. Здесь вообще сложно что-либо загадывать в актерско-режиссерской профессии. Может быть, мы сделаем еще одну картину, потом на некоторое время разойдемся, потом снова сойдемся. Может быть, мы не сделаем больше ни одной картины. Тут уж как карта ляжет. Вы пробовали себя и в качестве актера, и в качестве режиссера. Всегда ли помогает вам этот двусторонний опыт? Может, мешает иногда? Нет, на 100% помогает во всех отношениях. Я стал как актер гораздо более спокойный, в хорошем смысле этого слова. Я меньше беру на себя инициативу и больше доверяю режиссеру, потому что прекрасно знаю, что все равно в итоге смонтируется то, что хочет он. Раньше мне казалось, что я могу как-то влиять на процесс. Даже, помню, читал дневники замечательного артиста Олега Борисова, где он говорил, я стараюсь играть так, чтобы по-другому это было невозможно смонтировать. Я хотел так же. Но сейчас, если я вижу, что режиссер адекватен, внятен, интересен мне, я ему доверяю. Я не подхожу, не смотрю плейбэк. Я перестал смотреть плейбэк вообще. А как режиссер, теперь вы к своим актерам более лояльны? Я, конечно, деспот. На съемочной площадке мат, летят мегафоны, рации. В общем, много чего происходит. Так что я неспокойный режиссер. С другой стороны, я. Ну вот если говорить о той же Полине Максимовой, то когда мы снимали без меня, это была одна ситуация, а когда семьи ужинов, совершенно другая. То есть в семьи ужинов я ее просто отпустил, и она творила все, что хотела. Я только чуть-чуть подправлял ее. Я понимал, что она абсолютно в своем жанре, она знает, она купается в этом. А заплетневым актерам мы продолжим наблюдать на экране. Или ваша актерская работа ограничится камея в собственных фильмах? Непременно продолжим. Потому что я очень люблю актерскую профессию. И сейчас выходит, например, прекрасный сериал «Альже и Эр». Это даже не сериал, а такой киносериал про Акмалинский лагерь жон изменников Родины, про жон репрессированных. Снимал его замечательный режиссер Саша Касаткин. Вот, кстати, один из режиссеров, кому я абсолютно доверяю. Будет, по-моему, что-то очень любопытное. Я сейчас снялся в проекте «Темная лошадка» режиссера Стаса Назирова. Сыграл наконец-то в кино что-то близкое к Астапу Бендеру. Это вообще такая роль, которая открыла для меня целый коридор ролей. Ты сыграл некий психотип, который уже прилипает к разным историям. И вот сейчас, когда меня вызывают на пробы, я прихожу и понимаю, да, я знаю, как это играть. Ваши отношения с театром подошли к концу. Он перестал вам быть интересен или это просто затянувшаяся пауза? Затянувшаяся пауза. Мне интересен театр сейчас, в данный момент, опять же с точки зрения режиссера-постановщика. Я хочу поставить спектакль. Уже движетесь в этом направлении. И для себя подбираю какие-то пьесы. Более того, мне поступило предложение в Гетиссе на курсе поставить спектакль. И я даже нашел материал. Все это уже было на уровне переговоров, но мне предложили снять фильм без меня. И я начал снимать. Если найдется материал, я с огромным удовольствием поставлю спектакль и исполню свою давнюю мечту, стать театральным режиссером. Над чем вы сейчас работаете как кинорежиссер. Я сейчас только что написал сценарий, вот буквально несколько дней назад поставил точку. Это драфт, он еще будет дорабатываться, но конструкция есть, слава богу. Кино семейное, подростковое, которого у нас сейчас в стране практически нет. О взаимоотношениях папы с сыном. Если определять жанр, то это такая семейная сказка. Когда вы пишете сценарий, то представляете актерам, которого хотели бы видеть в роли того или иного персонажа. Конечно, представляю, жги, например, я писал на Ингу Аболдину. Прямо на нее. А сейчас забавная ситуация произошла, у меня герой трансформировался. То есть я начинал писать на одного актера, а в процессе написания понял, что это должен играть совершенно другой человек. Поэтому я сейчас буду писать вторую редакцию, уже корректируя что-то. Какие режиссеры освещают ваш творческий путь? К чему опыту вы особенно прислушиваетесь? Я обожаю всего Никиту Михалкова до фильма 12. Даже не до фильма 12, а до финала фильма 12. Когда там начинает воробей скакать возле икон. Все, дальше мне уже не интересно. А до этого все картины, кроме, пожалуй, очи черные, почему-то не понимая этого фильма, роскошные совершенно. Это потрясающий мастер-драмы, мелодрамы, даже трагедии. Утомленные солнцем, подчеркиваю, трагедия абсолютно. Эльдар Рязанов. Сто процентов. Самый неудобный режиссер для операторов. Операторам в его фильмах делать нечего, это чисто актерское кино. Крупный, средний, планы, а-ти, и все. Сценарий и актеры. Операторы там погибали, с Рязановым. А если говорить о зарубежных режиссерах, я очень люблю Кристофера Налана. Фильм начало пересматривал много раз. И очень люблю Пола Томаса Андерсона. 14 февраля, не только дата выхода в широкий прокат вашего фильма, но и так называемый День всех влюбленных. Могу я вас попросить для наших зрителей назвать, скажем, три залога долгих и счастливых отношений. Не знаю насчет трех, но одно могу вам сказать точно, прежде чем создавать семью, поживите с человеком два года. Прежде чем заводить детей, поживите с человеком два года. Если за два года вы не разбежитесь. Я думаю, этого времени достаточно, чтобы, грубо говоря, исчез флёр влюбленности, момент удивления другого человека собой, момент хамеленства, когда ты пытаешься быть таким, каким тебя хочет видеть твой партнёр, и в итоге становишься собой, потому что просто устаёшь быть кем-то другим. Мы все пытаемся быть другими, пытаемся понравиться. Я не верю, когда говорят, я не пытаюсь понравиться. Это всё ерунда. Все пытаются понравиться. Если этот человек остаётся с тобой рядом, когда ты становишься собой, значит, это твой человек. Если ты остаёшься рядом с ним, соответственно, тоже. У меня пока так не получилось. Но я для себя выводы сделал. Полную версию интервью с Кириллом Плетнёвым смотрите на RT.